Решение проблем безработицы и экологии, воспитания, патриотизма. В Петропавловске завершилась первая битва блогеров. В конкурсе приняли участие больше 20 активистов социальных сетей. Молодежь в своих роликах продемонстрировала актуальные проблемы современного общества. С их творчеством познакомилась наша съемочная группа. Не диванный критик, а блогер. Все больше представителей молодого поколения высказывают мнение в интернете. Ютуб, Инстаграм, Фейсбук. Написал пару фраз, получил лайки и забыл о проблеме вместе со своей аудиторией. Но в этом зале собрались парни и девушки серьезные. Игорь Попов в видеоролике рассказывает о своем товарище. Владимира Гришина в детстве сбила машина. Парень стал инвалидом. Каждый день он демонстрирует силу воли и характер, несмотря на трудности. А их в жизни людей с особенными потребностями немало. На это и обращает внимание автор ролика. За шесть дней он набрал почти полторы тысячи просмотров. 50 человек позвонили и предложили Владимиру помощь. Монтировал сам, все это делал сам. Может, не знаю, пару часов, может быть, на это все ушло. То есть было тяжелее его найти и с ним договориться. Тяжело переносится. И я, может быть, кто-то захочет это продолжить, кто-то захочет этим заниматься. То есть я буду только рад оказать какую-то поддержку, может, помощь. Чуть больше просмотров набрал проект «Безработица». Двое парней подходили к бомжам и предлагали на выбор еду или пиво. Почти все выбирали алкоголь. Тогда авторы проекта пошли дальше. Одного бездомного они накормили, одели и обули. Купили еды, сотовый телефон, даже квартиру сняли и на работу устроили. А тот исчез. Мы сделали вывод, что это практически бесполезные единицы только бездомных, когда пойти на работу. Есть такие, но все, но и единицы на самом деле. Социальные и экологические вопросы, проблемы наркомании. Блогеры поднимали серьезные и актуальные темы. Потом конкурс перерос в масштабную площадку, где молодые люди высказывали свое мнение и обсуждали наболевшие вопросы. Выступали с предложениями. Мы поднимали вопросы о создании ассоциации блогеров Северо-Казахстанской области. Сегодня мы именно посовещавшись с ребятами, поставим основные цели и идеи данной организации, которая будет представлять интересы блогеров, нашей молодежи, которая занимается информационным развитием. И уже будем отстаивать какие-то вопросы именно по поддержке блогерства в Северо-Казахстанской области. В конкурсе учитывали актуальность проблемы, раскрытие темы и количество просмотров. Участвовали 20 северо-казахстанских блогеров. Работы восьми из них стали лучшими. Им вручили призы. Агири Мукашева, Эльмира Садвакасова, Даниил Тарасов. Новости МТРК.